Кто хочет спросить, у кого есть вопросы, можете задать. У меня есть вопросы. Может быть некорректные, но вы сильно скрабите по потере отношений. Может быть, моя вопроса не соответствует. Вы чувствуете какие-то грязи от вашей мамы, что она оставила ее тело? Что вы чувствуете? Грязи, груди, груди. Садность, прогресс. Нет печали. Даже обратная. Я чувствую очень счастливым, что она ушла. Она уже достигла преклонного возраста. 76 лет ей было. Она уже сделала все. Семья. И она была тоже духовной. И почти последние два года она была совершенно вне ума. К этому она уже ушла за пределы печали и счастья. Нет никаких чувств. То, для чего она пришла, то, ради чего все мы приходим на эту землю, она это исполнила. Она получила. Единственная причина, по которой вы все сюда приходите, это выйти за пределы ума, вне эго, вне ума. И это уже с ней случилось. Последние два-три месяца она лежала в кровати все время. Тело было очень слабое. Она не могла ни говорить, ни двигаться. Пять дней до того, как оставить тело, она даже перестала принимать пищу. Не открывала рот. И когда это случилось, я понял, что скоро она уже уйдет. Что теперь она хочет уйти. И она ушла в очень хорошее пространство, в блаженстве. Поэтому очень хорошо. Так или иначе, если кто-то умирает, оставляет тело, я чувствую очень хорошо. Когда бы вы не оставляете тело, я тоже чувствую очень хорошо. Я праздную. И вокруг меня все празднуют. Потому что вы вышли за пределы этой боли, несчастья, эмоций. Но если вы умрете обычной смертью, если ваш ум не закончится, эго не закончится, вам нужно будет вернуться. Но обычная смерть, она тоже хороша. В том смысле, что в каждую жизнь вы обретаете определенную зрелость. Вы прожили 40, 50, 70 лет. И вы что-то поняли за это время. Вы поняли мир. Вы поняли ум. В каждую жизнь вы становитесь более зрелым. Но до тех пор, пока вы полностью не закончите свой ум. Пока вы не станете осознанным, сознательным. Если остался ум, вы вернетесь снова. Потому что ум принимает новое рождение. Новое рождение не случится только когда ваш ум будет полностью отброшен. Когда вы уйдете вне ума, тогда вы не вернетесь. И это ваша судьба, ваше назначение. Для этого вы пришли сюда. Чтобы быть, выйти за пределы ума. Выйти за пределы эго. Вне ум. Там, где вас нет. Как только вы станете не умом, вы станете существованием. Закончится человек. Начнется вселенная. Она была удачлива. Ушла в хорошее пространство. В блаженство. И это хорошо. Она ушла в блаженство. Вне ум. Поэтому мне это еще больше нравится. Еще больше я наслаждаюсь. Потому что это не обычная смерть. Поэтому это еще более прекрасно. Так или иначе, люди умрут обычно смертью. Каждый. Но если кто-то умирает вне ума, вне эго. Закончить эго. Это наилучшее покидание тела. Когда я поехал туда, ее тело лежало в гробу. Моя жена сказала, что ее рот был открыт, когда она покинула тело. То есть, она вышла через рот. Но, согласно мне, это не должно быть так. Она не должна выйти через рот. Потому что, когда мы оставляем тело, наша прана выходит из тела. Кто-то выходит через рот, кто-то через глаза, кто-то через нос, кто-то через уши. Кто-то через сексуальный центр. Но выйти через рот, это тоже очень хорошо. В основном, люди выходят через сексуальный центр. Это самое низшее пространство. И когда она мне сказала, что она вышла через рот, это все еще было окей. Но тогда я подошел ближе, сказал, откройте коробку. Я прикоснулся к ней. И тогда я увидел, что она вышла через уши. Потому что я думал, что она должна была выйти через уши. Ухо – это самая высшая чувствительность. Прана уже покинула тело, но энергия тоже все еще уходила через тело. Это занимает энергию. Я сказал, что она вышла через уши, не через рот. Это был самый лучший уход. И мы праздновали костю. Много людей пришли, встретились. Некоторые сыни-сины, которые пришли. Они чувствовали определенную печаль. Потому что они не могли увидеть больше тех, кто знают. родственники, дочь и другие члены семьи. Но потом они в основном все пришли в порядок. Но те, кто были родственники издалека, друзья. Те, кто не знали, как праздновать смерть. Те, кто не знали, как праздновать смерть. Смерть означает огромную печаль, очень несчастье большое. Но кто-то, мой двоюродный брат. Моя тетя позвонила. О, как плохо, как грустно. То, что она оставила тело. На самом деле, я хотел ответить очень хорошо, что она ушла. Но я знаю, что они не поняли бы. Они уже думают, что я сумасшедший. Я все делаю наоборот. Их ожидания. Для их общества смерть – это очень тяжелое, очень несчастное событие. Никто не может смеяться. Все должны быть серьезными. Там у меня дома. Выглядело, как будто там свадьба происходит. Какое-то празднование. Никто не был несчастлив. Даже мои соседи удивлялись. Что происходит? Там праздник или похороны? Даже в прошлом году. Мой отец, когда ушел, у нас был сатсанг. После сатсанга некоторые санесины пришли, начали кричать. И пришли также соседи. А в этот раз ни один сосед не пришел. Потому что я знаю, они думали, что мы и так сумасшедшие. Потому что они празднуют смерть. Приходит смерть, значит, вы должны быть очень серьезными. Быть очень грустным. О, она меня оставила. Это такое грустное событие. Но мы другие. Я учу вас праздновать смерть. Но вы сможете это сделать только если вы празднуете жизнь. Если вы каждое мгновение празднуете жизнь. Если каждое мгновение вы наслаждаетесь. Тогда, конечно, вы будете наслаждаться смертью. Вы будете наслаждаться как собственной смертью, так и смертью любого другого человека. Когда кто-то будет умирать вокруг вас, вы будете наслаждаться. Потому что какая-то карма закончилась. Он стал более зрелым. Может быть, он вернется снова, если он не достиг полного. Полная зрелость. Если 100% зрелость, значит, просветленные. Просветленные не возвращаются. До просветления вы должны возвращаться ради того, чтобы стать зрелым. Этот мир, куда мы приходим, это университет для нас. Обучение. Мы должны здесь получать уроки. Понимать. И в тот день, когда вы поймете весь этот мир. Все игры ума. Все эго. В тот момент, ваше эго, ваш ум отпадут. Этот мир похож на университет. Кто-то в третьем классе, кто-то в пятом, кто-то в восьмом. Кто-то в двенадцатый, кто-то в пятнадцатый. Кто-то в шестнадцатом даже. Но когда вы заканчиваете шестнадцатый, университет дает вам диплом. Хорошо, теперь ты можешь идти. Не возвращайся. Университет дает вам диплом. Дает вам степень магистра искусств или науки. Дает вам диплом. Дает вам диплом. Вы там теперь получили степень. И говорят, не возвращайся теперь сюда. Даже если вы вернетесь, скажете, о, мне так нравится. Мне нравится этот университет. Так много светлых воспоминаний. Так много прекрасных друзей. Я так хорошо время здесь проводил. Ты скажешь, я хочу еще раз. Но они скажут, нет, ты уже закончил. Теперь ты не можешь вернуться сюда. Вы можете вернуться в университет только в качестве учителя. Профессора. Тогда, может быть, в тот же университет вы сможете вернуться. Поэтому этот мир — это университет. Он учит вас. И вы должны обучаться. Каждый шаг вы можете обучаться. Если вы готовы, если вы ученик. Ученик означает тот, кто готов учиться. Каждый шаг, каждое мгновение он говорит, я хочу учиться. Вот это ученик. Если вы учитесь, все будет учить вас. На каждом шагу вы будете получать новый урок. Обычные вещи будут вызывать в вас некоторое понимание, если у вас есть зрелость. Вы сможете понять все. И тот момент, когда случится все ваше понимание, полное понимание, ваше эго, ваш ум закончится. Но если вы не пришли в полное понимание, вы будете возвращаться. Одиннадцатый класс, двенадцатый класс, двенадцатый класс. Вы должны будете снова возвращаться. До тех пор, пока вы не сдадите все экзамены. Когда вы поймете весь этот мир, университет скажет, больше не нужно возвращаться сюда. Теперь ты понял. Так что мы пришли сюда, чтобы понять. И понимание происходит только тогда, когда вы наслаждаетесь каждое мгновение. Если вы полностью наслаждаетесь чем угодно. Где бы вы не ходились тотально, на сто процентов, там будет понимание. Мы не понимаем, потому что мы половинчики. На 70% мы здесь, на 30% где-то еще, на 50% здесь, на 50% мы отсутствуем. Та работа, та вещь, в которой вы будете на сто процентов присутствовать, то вы поймете. Это касается всего вашей жизни. Еды, работы, встреч с людьми. Много видов работы вы выполняете. Но в той работе, в которой вы будете на сто процентов, вы поймете все. И когда вы будете на сто процентов, ум исчезнет, он не сможет выстрелить. Ум находится только потому, что есть наполовину только сознания. Когда вы в присутствии на сто процентов, в данном моменте, ум уйдет и вся ваша энергия станет сознанием, сознательным. Когда ваше эго закончится. До тех пор, пока вы не достигнете полной зрелости, пока вы пройдете все классы университета. Пока вы не поймете весь этот мир. Вы должны будете возвращаться. Снова и снова. Много, много раз. Много раз вы уже приходили. И если вы не достигнете зрелости, вы должны будете снова возвращаться. И когда вы возвращаетесь. Вы не будете заниматься какими-то новыми вещами. Сейчас вы уже не делаете никаких новых вещей. Все, чем вы занимаетесь в жизни, вы это уже делали много раз. Тысячи раз вы делали те же самые вещи. Абсолютно те же. Та же работа, те же отношения. Та же желания. Каждую жизнь вы это испытывали. Делали одно и то же. Никакой новой вещи вы не делаете. Не думайте, что вы делаете что-то новое. Мы это уже делали. Но хорошо, что природа накладывает шторы, которые заставляют вас забыть ваши прошлые виды. Поэтому вы делали много раз. Вы делали это уже много раз. И по этой причине, что вы делали это много раз, вы не чувствуете удовлетворение. Вы думаете, что что-то новое. Может быть, через это я достигну удовлетворения. Вы делаете и через некоторое время чувствуете, что нет. Это не то. Вы не удовлетворены. Потому что вы уже насытились. Вы знаете это. Вы это делали уже. Затем вы идете за другой вещью, за третью вещь. И всю жизнь мы так бегаем. Но удовлетворение не приходит. Потому что вы это уже делали много раз. К примеру, если вы посмотрите фильм какой-то. Вы идете смотреть кино. Три часа вы наслаждаетесь этим фильмом. Затем, выйдя из кинотеатра, вы говорите, что это такой прекрасный фильм. Столько эмоций. Там была любовь, отношения. Все так было красиво. А через три дня, если кто-то отведет вас на тот же фильм, вы уже не будете так наслаждаться. Потому что вы знаете, что будет дальше. А если в третий раз, если вы не будете хотеть, то согласитесь. Но вы там будете спать. Потому что вы знаете что-то. А в четвертый раз, если кто-то предложит вам, вы скажете, нет, спасибо. Мне достаточно. Но тот фильм, который вы смотрите сейчас. Фильм в вашей жизни. Вы его забываете. Если вы вдруг вспомните свое прошлое. Если это откроется. Вы увидите, что я ничего нового не делаю. Я это уже много раз делал. Тогда ваша надежда о будущем. Ваше восхищение. Все это закончится. Ваше возбуждение. Вы будете знать. Я это уже делал. Я знаю, что будет дальше. Если я буду то же самое делать. Я знаю, что результат будет тот же, что и в прошлой жизни. Все фильмы, они очень похожи. Часто я говорю, когда вы идете смотреть кино. Там обычно есть мальчик, девушка. Они едят. Они нравятся друг другу. Сближаются. Разговаривают. Проводят вместе время. И постепенно возникает любовь между ними. Начинают петь песни. Танцевать. Они летают. Очень хорошо. Наслаждаются. Когда у них есть любовь, есть наслаждение. Когда любовь течет, жизнь прекрасна. Они поют и танцуют. Так много романтики между ними. И вдруг возникает третий человек. И будет конфликт. Возникает конфликт. Происходит. И этот главный герой борется с этим злодеем. И все знают, что злодей будет повержен. Рано и рано. Все знают, что герой победит. И герой побеждает. В конце концов. Они снова вместе. Они говорят, что все проблемы решены. Иногда в семье проблемы. Иногда в виде какого-то злодея. Иногда родители выступают как злодея. Мать, отец. Мать, отец. Отец говорит дочери. Нет, ты не можешь выйти за ними. Этот мужчина не твоего уровня. Происходит конфликт. Ну и в конце они подождают. Каждый фильм. И затем они женятся. Хорошо, мы сейчас все проблемы решили. Теперь мы можем быть вместе. И когда случается брак. Вы смотрите, как происходит брак. Думайте, что будет дальше. И на этом обычно конец фильма. После брака всегда конец. Не нужно больше показывать. Потому что после брака все знают, что происходит. любовь закончится. Прекрасные дни полета закончатся. После брака. Просто терпение друг к другу. Вы должны идти на компромисс. Если нет любви. Поэтому режиссер очень хорошо понимает. Они не показывают это. Потому что сейчас начнется несчастье. Радость закончится. Не нужно показывать несчастье. Потому что все и так в несчастье. Они приходят в кино. Чтобы забыть свои печали. На три часа. А вы снова начнете показывать. Мы и так в этом живем. Зачем нам это смотреть? Зачем вы сюда пришли? Режиссер очень умный. Когда брак и потом фильм заканчивается. Идите домой теперь. Три часа прошли. Точно так же и в нашей жизни. После брака все так происходит. И одну вещь еще я хочу сказать. Вы все. Фан. Если у вас есть любовь. Партнер. Вы в паре с кем-то. Не торопитесь жениться. Не склеивайтесь друг с другом. Потому что скоро ваша любовь закончится. Как только вы склеитесь. Любовь уйдет сразу. А когда вы склеены. Даже если вы хотите разойтись. Вы не сможете. Это будет очень трудно. Это как клей. Который у вас друг другу. Много раз вы захотите разорвать эту связь. Но. Это будет трудно. Что ум хочет. Безопасность. Определенность. Очень трудно будет уйти. Когда приходит любовь. Тот у кого есть любовь. Я говорю. Наслаждайтесь любовью. Не торопитесь склеить. Ум этого хочет. Ум говорит. Два-четыре часа мы в любви. И нам так хорошо. Только два часа. Четыре часа мы были вместе. И мы так наслаждались любовью. Если четыре часа дают так много любовь. Двадцать четыре часа должны дать намного больше любви. Это должно быть просто взрыв. Но математика любви так не работает. Когда вы склеиваетесь. Любовь уходит. Потому что любовь нуждается в дистанции. Определенной дистанции. Определенной дистанции. Она есть тогда больше любви. Когда вы склеиваете постепенно. Любовь заканчивается. Потому что любовь нуждается в промежутке. Если большой промежуток. Много любви. Чем меньше промежуток. Тем меньше любви. Но ум желает. Он жадный. Он хочет склеить. Но он не понимает. Что математика любви. Она противоположна обычной любви. Если у вас есть любовь. Наслаждайтесь ее. Не торопитесь склеиться. Быть вместе так быстро. Пусть это будет медленно. Потому что через. Те у кого есть новая любовь. Они могут спросить. Кто уже любил. Как была твоя любовь. Как она будет? Я думаю если честь она скажет. Если это в любви. Лучше. Не встречайся. Быстро. Встречайтесь. Постепенно. По чуть-чуть. Тогда будет хорошо. Это в каждом происходит. Поэтому режиссер очень мудро делает. Он знает что происходит после брака. Он знает как живут пары всего мира. И поэтому они не показывают что происходит. И этот мир является университетом. Он дает вам. Понимание дает вам зрелость. В тот день когда вы обретете понимание. Вы не должны больше возрастать. Это нирвана. Самадхи просветление. Просветление дает вам. Понимание всего. Когда вы все понимаете. Вы ничего будете не хотеть. Когда вы ничего не хотите. Ума не будет существовать. Потому что ум означает желание. Когда нет желания. Ум не сможет выжить там. Когда вы понимаете. все ваши желания закончатся вы можете только их понять будда говорит невозможно удовлетворить одно вы удовлетворите 10 новых придет среди этих десяти вы 5 удовлетворите может быть придет больше 50 сидите час с закрытыми глазами и смотрите даже вы не сможете составить список желаний которые пришли к вам в течение часа многое вы забудете ум скажет я хочу это то другое хочу все время он хочет если после сидения в тишине вы решите записать все свои желания вы не сможете все зафиксировать несколько вы запишете но большая часть вы забудете то что ум всегда так и ум существует всегда с желанием сабудасы андастейн что буду к майнд поймите джайс него что желание невозможно удовлетворить джайс него фулфильд дон мэй ги я мать и желаем невозможно и я джайс 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 существует только с желанием чем больше желание тем сильнее чем меньше желание тем меньше когда нету желания он не может находиться существует когда случается ваша зрелость когда он все понимаете когда не будет желания там юар но май и вы будете войне но уйдете в него день данью но майн и тогда вайю геймар арват его ю кемин десерт логистин садить его вы пришли на эту землю где-то для чего я убить существование правильный день до майн и господин она отправила вас поняли игры ума и вышли за пределы ума и не будет никакого желания вернуть и тогда вы уйдете славу варикут навсегда так что это было очень хорошо я говорю так же и люби когда вы стареете скоро вы постареете мая то в том числе мая то мы не будем делать это вот единиц хорошоieder мы я бы замучили до 50 где-то пятьдесят кем они повреждены ким они сегодня-то дороже джайс джайс и бывает но те кто достигли пятидесяти нас четверо здесь но это я понял уже и так 30 лет что я должен идти нет ничего никаких желаний что будьте готовы что сейчас время уходить это для каждого время ухода никто не знает кто сможет больше здесь увидим мы завтрашний день будем завтра здесь или вот сейчас я приезжал с маргау там есть мост и одна девушка ехала на скутере и она вот подсказнился и упала там было пятно такое масло и она из-за этого подскользнулся за ней ехала маша этот водитель машины очень быстро нажал на тормоз она вела нормально она не знала что там масло она медленно так ехала она подсказнился упала такая молодая девушка и я ехал сзади и видел это все если бы одна секунда больше если бы он не нажал так быстро на тормоз она бы машина бы переехала с ней ничего не случилось она встала села на скутер и поехал дальше но все могло закончиться совсем по-другому она могла умереть или получить право что-то сломать себе на голову так что никто не знает что может случиться завтра в следующий момент мы не знаем что вы идете по огонь на скутере и не знаете вы достигнете своего дома или нет никто не знает часто это происходит здесь аварии часто случаются ну или другие вещи никакого никакой определенности когда придет наше время все мы стоим в очереди был такой мастер кабиры он сказал мы все самаре на большие мальсамбарином борисками чья-то очередь уже подвела и чья-то подходит но мы все стоим в этой очереди моя мама ее тело лежала там сень я говорю людям ее очередь подошла а скоро подходит все очередь всех нас все стоим в этой очереди и кто знает чья очередь подошла в прошлом году мы праздновали смерть моего отца сегодня мы празднуем смерть когда я спросил своих родственников мужей там жены чья очередь будет в следующем году кого мы будем праздновать в следующем году они все сказали нет нет не говори я сказал посмотрите кажется я старше всех вас они все младше я сказал наверное скоро моя очередь подойдет не знаю но я сказал вы празднуйте не будьте в несчастье потому что я наслаждался очень всю свою жизнь ничего не пропустил в эту самую ночь все закончится будет очень хорошо если еще несколько лет не даст существу тоже окей никаких проблем я буду наслаждаться какой бы момент это не произошло все будет так что саньяси ваша работа здесь заканчивается и вы возвращаетесь так что будьте готовы и тогда вы помните смерть у вас не были не будете жить когда вы меня в будущем будете здесь вы будете в настоящем если вы не знаете завтра буду я здесь сидит какой смысл делать планы и думать о будущем зачем копить деньги там на счете в банку наживать собственность какой в этом смысл никто не знает один дом или нормально для того чтобы жить ну какая-то необходимость есть пространство в котором нужно жить но желание это значит что вы в будущем через год я буду там буду делать то через три через семь лет буду еще что-то там делать и там все 60 лет запланировано никто не знает вы будете здесь или нет просто живите от момента к моменту когда закончится ваше будущее закончится ваше прошлое и так закончится тогда вы будете в настоящем и когда вы в настоящем вы наслаждаетесь где бы вы не находились чтобы вы будете наслаждаться если вы знаете как наслаждаться когда придет оставлять тело тогда вы будете наслаждаться полностью вы будете праздновать вы будете ждать я познал этот мир я наслаждался всем это примんです теперь я готов уйти тот кто може наслаждаться жизнь тот может наслаждаться и смертью только он может наслаждаться так что я не говорю наслаждайтесь смертью я говорю наслаждайтесь жизнь начните сейчас наслаждайтесь этим моментом, будете наслаждаться следующим моментом. И так ваше наслаждение будет расти от мгновения к мгновению. Когда вы наслаждаетесь, ваша темнота эго растет. Радость — это свет. Радость — это любовь. Любовь — это свет. Когда вы в любви и в свете, темнота должна уйти, она не может там оставаться. И это единственное послание, которое радует всем мастерам. Наслаждайтесь этим моментом. Наслаждайтесь в жизни. Будьте в присутствии. От манитов. Не сильно в уме, не в будущем. Просто здесь. И когда вы здесь, ума нет. Так что я наслаждался очень. Я знал, что она должна уйти в один день. Все мы должны уйти в один день. И одну вещь еще я хотел добавить всем, кто со мной. Те, кто уйдут, оставят тело. Мы наслаждались. Мы обещаем, что мы будем праздновать смерть каждого из вас. Смерть будет праздновать. Такой счастливый день, день смерти. Прекрасный день. И когда вы увидите свое мертвое тело, и все наслаждаются этим, вы будете смотреть с неба, вы будете наслаждаться. Когда вы видите, что все рады, ваша душа тоже будет чувствовать. Когда все грустные, в боли, душа тоже чувствует, что что-то не так. Так что, если вы на самом деле хотите, чтобы ваша душа наслаждалась после вашей смерти. Наслаждайтесь все в момент смерти. Тогда душа будет наслаждаться. То есть, если вы хотите, чтобы душа умершего наслаждалась. Наслаждайтесь. Мой мастер говорил, наслаждайтесь смертью. Празднуйте смерть. Празднуйте жизнь. Празднуйте смерть. Спразднуйте все. Для меня все есть празднование. И когда кто-то умирает, это время праздновать. А для меня, тот момент, когда я оставлю тело, этот момент самый лучший для меня. Я чувствую, что этот последний барьер закончится. Это тело, это последний барьер. Который держит меня здесь. Я растворюсь. Уйду. Потому что я удовлетворен. И вам я так же говорю. Сначала станьте удовлетворенными. Наслаждайтесь жизнью. И обязательно придет такой момент, когда существование скажет, теперь время возвращаться. И тогда вы должны быть готовы. Вы должны приглашать. Да, приходи, я готов. И вы можете быть готовы только тогда. Если вы наслаждались жизнью. Если вы наслаждались жизнью, вы обязательно будете готовы. Я наслаждался жизнью, работой, друзьями. Я наслаждаюсь всем вокруг меня. И теперь ничего не осталось. Я все познал. Теперь медитация. И медитация. Как вы можете прийти в настоящий момент? Наслаждение жизнью. И тогда вы будете светом. Когда вы в присутствии. Вы есть свет. Свет. Свет и свет. Только свет. Когда будет 100% свет, не будет никакой темноты. Вся темнота закончится. Все бессознательно. Вся неосознанность закончится. И все мастера, каждый мастер говорит, будь осознанным. Потому что они знают, что если вы будете сознательны, вы будете наслаждаться жизнью. Или наоборот, если вы наслаждаетесь жизнью, вы в присутствии. Тогда вы становитесь сознательны. Значит, начните наслаждаться жизнью каждое время. Чтобы жизнь дала вам, будьте там, полностью наслаждайтесь. Не думайте, что завтра я буду наслаждаться. Завтра никогда не наслаждаться. Каждый думает, если я сделаю одно, то завтра я буду наслаждаться, если что-то больше. Но завтра никогда не происходит. Этот момент совершенно неправильный. В этот момент вы наслаждаете наслаждение. И тогда, возможно, завтра, в следующем моменте вы будете наслаждаться. В будущем, в уме, вы никогда не будете это знать. Вы только можете воображать свое наслаждение. Но так пройдет время. Вы потеряете время. Если вы хотите делать медитацию сейчас, хотите любить, любите сейчас. Хотите делиться, отдавать. Вспоминать. Любую приятную, позитивную вещь делайте сейчас. Хорошую. Если этот момент, из него родится следующий момент. И так далее. Жизнь станет более позитивной, более любящей. Более приносящей наслаждением. Она ушла, и я чувствую, очень хорошо. Я хотел бы, чтобы вы все ушли так вне ум, чтобы вы ушли вне ум. Тогда не нужно будет возвращаться и делать то же самое. что вы делали до того, когда вы вернетесь. Это не нужно. Никакой новой вещи. Новые вещи будут происходить только, если вы будете пытаться быть более осознанными. Потому что этого вы раньше никогда не делали. Вы были бессознательными, но сознательными вы не были. Вы можете пытаться быть более сознательными, более присутствующими, более осознанными. И тогда любовь случится. Больше любви. Если вы присутствуете, будет больше любви. Когда присутствует, нет ума. Когда нет ума, есть только любовь. Только сердце. Когда только сердце, там только любовь. Сердце наполнено любви и любовью. Оно знает, только любовь. Сердце хочет отдавать. Когда вы в сердце, вы хотите отдавать. Что бы я мог дать, что бы я мог сделать для других. Тогда вы не думаете о себе, вы думаете о других. О себе нет. Я закончился. Вы делаете для других. Настолько, насколько возможно. Сколько времени у меня есть. Это тело, этот ум. Это сердце. Настолько я буду делиться. Сколько я могу отдать. Когда вы в сердце, вы так думаете. Когда вы в уме, вы думаете только о себе. Я, я. Не думайте о других. Потому что ум делает вас маленьким. А сердце делает вас большим. Когда сердце полностью открыто. Вы как небо. А небо – это наш дом. Если вы идете в блаженство, вы идете в небо. Растворяетесь в пространстве, в небе. Если одну вещь вы спросите, что может случиться с моей жизнью. Кто-то меня спрашивает, какое у нас предназначение. Я говорю, одна судьба. В вашей жизни одно назначение, точно, это то, что вы умрете. Я не знаю, что там случится с вашей жизнью. Женитесь вы. Встретите десять женщин или сто мужчин. Или там заработаете денег, собственность. Этого я не скажу. Но одну вещь я точно скажу вам. Это вы можете записать. Я однажды умру. Вы можете это записать. И вы потом вспомните, глядя на эту надпись, что да, это мастер вас спасает. Это слова мастера. Это точно. Никто не может быть здесь навсегда. Тот, кто пришел, он уйдет. Даже мастеры. Даже мастер, даже те, которых называют богами, они тоже оставляют. Они тоже не могут оставаться. Будда ушел, Иисус ушел. Мухаммад ушел, Кришна ушел. Все, кто приняли рождение, оставили тело. Потому что тело принадлежит этому месту. Оно должно быть оставлено. Но если вы знаете сознание, тогда вы не умрете. вы обстанетесь из сознания. Дайте знать, что вы оставляете тело. Если вы можете быть свидетелем своей смерти, тогда вы будете знать, что вы оставляете тело. Если вы не можете быть свидетелей, вы будете говорить, что я умираю. Что это я умер. Когда кто-то идет в блаженство, мы всегда говорим, Он оставил тело, потому что он все еще жив, всего лишь тело оставлено, потому что он не умер, сознание не умерло, только тело было отброшено. Он пришел в тело, пожил несколько лет, наслаждался этой планетой и затем ушел. Я говорю, наслаждайтесь всем, чтобы не пришло в вашу жизнь, наслаждайтесь этим. Помните, мы должны уйти, и если вы помните, я должен уйти, вы не будете привязаны легче, вы никогда не будете привязаны, если вы не привязаны, когда вы оставляете тело, вы не будете испытывать грусть, вы будете чувствовать радость, потому что вы не будете. Если вы не привязаны, не говорите, это мой муж, мой дом, моя собственность, этого не будет. Если вы не привязаны, вы просто оставите тело. Вы скажете, я наслаждался, теперь пришло время уходить. Не будет привязанности. И вся боль происходит от привязанности. Любая боль, за задней причиной привязанности. Если нет привязанности, нету боли никакой. Я видел тело своей матери. Моя сестра немного плакала, ей было грустно. Ещё несколько родственников были грустны, потому что они не могли больше увидеть её, и она ушла. Но пришли соседи, они не были очень грустными. Ещё друзья пришли издалека, они тоже ничего не чувствовали, потому что они не были привязаны. Дочь привязана, поэтому она испытывала боль. Что боль от привязанности? Если нет привязанности, не будет и боль. Хорошо. Сейчас мы заканчиваем. Что боль от привязанности? Ватту. Да. Санаси, когда моя мама умерла, когда она умерла, я была 27 лет, и она была 58 лет. Я уже видел осу. Когда они мне сказали, что она умерла, я все ночи медитировала на ее тело. Да. С первого, да. В определенном моменте я видел, что маленькие, белые, львы от сверху. Что я бы хотел спросить? Я мечтал, что мы были маленькие львы, когда мы умерли тело. Был ли это моё воображение, или что это было какое-то видение, какой-то свет высшего тела? Хорошо. Да, если вы в очень медитативном состоянии, вы можете увидеть свет. Потому что мы есть свет. Душа похожа на свет. И у каждого есть этот свет. Эта душа источает свет, энергию. И то, что ты видел. Когда каждый уходит, этот свет исходит из тела. Когда уходит свет, тело умерло. Тело не может двигаться, не может видеть, не может говорить или слышать. Не может ничего делать. Это просто камень превращается. Иногда это происходит. Что если вы в медитации. И в основном, когда кто-то умирает рядом с вами. Если это тот, с кем вы больше привязаны. Тогда происходит много боли. Боль не от того, что она уходит. Я про здравый, я буду уметь тоже. А. Вы вспоминаете свет. Иногда вы вспоминаете святое. И когда вы вспоминаете святое святое. А, кем вы всегдаrintедируете святое. Если вы даже верх receives. Вы не сможете никого ударить, не сможете никого обмануть, использовать. Вы сможете только правильные вещи делать, позитивные деления. Вы будете знать какой смысл обманывать, если я все равно должен оставить тело. Ради чего это, Армана? Что я от этого получу? Может, я получу какие-то деньги или больше? Но что я буду с этим делать, если я умру? Какой в этом смысл? Тогда вы не будете лгать, вы не будете лживы. И когда вы не лжи, вы очень близки к своему свету. И вы сможете увидеть свет другого, как выходит из другого тела. И этот свет выходит из каждого, кто умирает. И просто ты увидел это. Есть такая история одна. В древние времена в Индии, тысячи лет назад, был один мужчина. Его зовут Баллия. Он был грабителем. Он жил в горах. И когда кто-то проходил, он грабил. Все забрал. Деньги, одежда. Все, что у них были, он забрал. Никто не уходил от него. Он был очень сильный. Всегда там оголенный меч, угрожая этим. Он был таким. И однажды, в истории говорится, что семь саду, семь медитатов, ищущих. Они проходили. Он остановил их. Он сказал, окей, вы саду. Но, конечно, у вас есть какие-то деньги, какие-то деньги. Вы должны это дать. Вы не можете уйти без этого. Это мой налог. Все, что у вас есть, оставьте мне. Они сказали, окей. Отдали все ему, все, что у них было. Он сказал, хорошо, теперь идите. И эти семь саду спросили, зачем ты это делаешь? Для кого ты это делаешь, обманываешь, грабишь, забираешь вещи из людей? Он сказал, у меня есть отец, мать, у меня есть жена, у меня там дочь, дети. Моя семья нуждается в деньги. Я делаю это ради них. Они сказали, окей. Если ты создаешь плохую карму, ты получишь результат. Если ты обманываешь, кто-то тебя обманет. Если ты воруешь, кто-то тебя обворует. Если ты кого-то или tutor твоего кто-то будет тебя избирать. Если ты кого-то оскорбишь, кто тебя оскорбит. И они говорят. Вот ты грабим нас. забираешь наше. И однажды ты все это назад получишь. Кто-то будет бить тебя, кто-то обманет тебя, кто-то тебя ограбит. И ты получишь карму. И когда придет эта карма, кто позаботится о тебе? Возьмет ли эту часть этой кармы твой отец? Потому что ты же ваша мать, жена. Они разделят твою карму? Он говорит, я не думал никогда. Конечно, теперь я знаю, что если я делаю что-то неправильное, это плохая карма вернется ко мне. Я никогда не думал, будут они делить эту карму со мной или нет. Так что это очень хорошо, что ты спросил. Я спрошу их. Он связал этих 7 садов, к дереву привязал, чтобы они не могли убежать. Пошел домой, спросил отца, я делаю плохие вещи, грабительство нехорошее. Я убиваю, убью людей. Если они мне не дают денег, я бью их. Пугаю их. Если я получаю плохую карму, он спросил, ты будешь делить эту карму со мной? Отец сказал, зачем я должен делить ее? У меня и так своя плохая карма. Ты мой сын. Это твой долг. Давать мне деньги. Мы твои родители. Он пошел к жене. Спросил. Он говорит, нет, я никакого участия в твоей карме не приму. Я твоя жена. Ты женился и обещал, что будешь заботиться об этом. Теперь как ты эти деньги зарабатываешь? Меня это не касается. Ты приносишь мне еду, одежду, жилье. Ты должен просто удовлетворять мне нужды. А как ты это зарабатываешь, меня не касается. Даже одного процента твоей кармы я не заберу. Так что все ему отказали. И он был в шоке. Он думал, что они близки ему. Что они части. Что это его семья. Но когда плохая карма, все отстроились. И у него глаза вдруг открылись. Жена не моя жена, отец не мой отец. Когда они счастливы, когда они хороши, они говорят, да, я твой отец. Но когда что-то плохое, они отказываются от него. Он вернулся. Поклонился этим саду. Развязал их. Вы открыли мне глаза. Сказал, много лет я грабил. Даже убил каких-то людей. Многих я избивал. Сказал, много вещей. Всю жизнь я этим занимался. Как я могу возместить этот ущерб? Как мне заплатить эту карму? Что мне делать? Они сказали, медитируй. Вспоминай Бога. Вспоминай себя. Медитируй. Он сказал, дайте мне мантру. Он сказал, нет ничего. Просто произнеси имя Бога. Рама, Рама, Рама. Просто повторяй это. Рама, Рама. Он сказал, да, я могу повторять. Но это имя Рама, я ненавижу это слово. Мне не нравится это имя. С детства мне не нравится это слово. Дайте другую какое-то слово, мантру. Они были очень умны. Сказал, хорошо. Не говори Рам. «Мара, Мара, 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 Мара», «Мара, Мара» «Мара, это хорошо» Когда он говорит «Мара, Мара», то же самое, что и «Рам, Рам» произносит Он садился, говорил «Мара, Мара, Мара, Мара» И он не идёт, у него была сильная энергия Он приказывал себе сидеть и сидел много лет он так не сидел. История говорится, что даже муравьи сделали дом на нем. Иногда вы видите эти муравьиные дома, и он сидел внутри этого муравьиного. И он говорил, рам, рам, рам. И этот рам вошел в каждую клетку его тела. Все тело пело рам, рам. По всему лесу все деревья начали петь рам. Все листья начали петь. Когда кто-то заходил в этот лес, они слышали рам. Он так сильно это делал. И однажды рам растворился в рам. Растворился в существовании. Это значение. Когда он убивал, он был беремен убит. Он не думал о существовании. Но когда он... Всю карму можно закончить, если вы медитировали. Когда вы тотально медитировали, очень быстро можно закончить ваш карм. Зависит, насколько сильно вы это делаете. Насколько сильно вы вспоминаете. Это можно очень быстро закончить. Что он был таким. Много людей занимаются жизнью медитацией, и ничего не происходит. И ничего не происходит, потому что они не делают на сто процентов это. Поэтому это не происходит. Но когда он грабил, он не думал, что он делает какие-то неправильно. Ну конечно, что-то он понимал, но он не заботился. Он убивал, грабил. А когда он убил себя. Когда он вспоминал себя. Рама означает вспоминать себя. Рама внутри вас находится. Бог находится внутри вас. И когда вы вспоминаете. Ваш Бог проявляется постепенно. И однажды он проявится полностью. В этом значение истории. Одного сиденья даже достаточно. Если вы пришли сюда. Желание в законе. Одного сатсанга достаточно. Были год, десять лет, постепенно. Завтра у нас в субботу, в воскресенье будет медитационный ретрит после сатсанга. Еще три дня будут сатсанга. Последний сатсанг будет в понедельник. Мы здесь закончим на Гоаа. Дальше я встречу вас в Решикеш. 24 марта. Я буду там. Там каждый день сатсанги, медитации, группы. И так составляет редких групп. Все будет праздник. Завтра будет 3 апреля уйти день��arm.� Завтра будет 2 апреля и Bryan праздник. Завтра будет которая всегда будет праздник. Завтра и после завтра будет тоже ретрит, ретрит випасана. Три сиденья випасана, по одному часу, три раза. Випасана очень тихая, никто не знает, чем ты делаешь. Эту випасана вы можете везде заниматься, в каждом, в любом месте. Сидя в поезде, вы можете наблюдать за дыханием. Випасана, вся техника заключается в наблюдении за дыханием, как дыхание входит, как оно выходит. Дыхание идет от носа или дыхание идет до головы. В этих двух частях вы можете наблюдать. Просто будьте с дыханием. И когда вы наблюдаете за дыханием, он уходит. Вы не можете уйти в мысли. Но когда вы начинаете делать дыхание, Одно минуту вы будете ждать, и снова вы будете вернуть. Вдох. 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 Ходить, разговаривать, что бы вы ни делали, дыхание и тело находятся с тобой, поэтому вы можете наблюдать за своим телом, или вы можете наблюдать за своим дыханием. У нас много техники медитации. Некоторые мастера дают понятия, некоторые другие. Будда дал единственную технику, випасана. Наибольшее количество учеников достигли посетение с Буддой, при живой Будде. Пока он в теле. Но и ни один мастер такого результата не достиг. Час вы практикуете, а затем, где бы вы ни были, вы можете использовать. Никто не будет знать, что вы делаете. Степенно, когда вы научились все делать, вы будете с открытыми глазами смотреть на деревья, на океаны. Будете сидеть в ресторане, пить чай, при этом наблюдать за дыханием. Одновременно. Никто не будет знать, чем вы занимаетесь. Потому что это очень внутренний процесс. И вы можете забыть везде. Вы можете наблюдать за дыханием. Находите со своим возлюбленным. Рука крутая. Обнимаетесь. Можете наблюдать за дыханием. Одновременно. Это вы можете делать 24 часа. Вы наблюдаете за дыханием. В течение своей ежедневной работе. Это называется анапансати. Это означает, что выполнить дыхание во время действия. А випассана означает, сидеть с закрытыми глазами. Так что те, кто желает завтра или послезавтра, будет 6 сидений по одному часу. Это последний ретрит здесь. И те, кто желает, они могут записаться в сатвике. Я вам расскажу подробнее. После сатсанга завтра. Хорошо, сейчас мы заканчиваем. После сатсана вы компьютер. Продолжение следует...